привет дорогие друзья это канал яхты на колесах и мы находимся сегодня в москве на нашей парковке около гостиницы космос и здесь у нас сегодня совершенно новая модель юмер мл 570 на базе mercedes-benz принтер полноприводная версия давайте посмотрим поехали а и первое что бросается в глаза это высота этого автодома около ступеньки в самом низком месте здесь 44 сантиметра ну то есть мы привыкли что чаще внедорожные дома автодома какие-то с внедорожными характеристиками это экспедиционные модуль или что-то такое брутальное с пониженной комфортабельностью в нашем случае это полноценный комфортабельный полуинтеграл со всеми удобствами и функциями но полноприводный и реально высокий разумеется здесь может быть установлена маркиза у вас здесь будет веранда здесь уже выведен светодиодный светильник но самое главное здесь есть вот такой замечательный лючок и в него выведен выпуск газа то есть баллон у нас находится с противоположной стороны но здесь вы можете подключить газовый гриль ну или какое-то другое оборудование которое вам может понадобиться на веранде дальше все по классике это вентиляция холодильника подключение 220 вольт а и заливная горловина следующее важное преимущество этой машины это конечно же вот этот огромный багажник вот такая дверь у нас открывается на газлифтах и собственно говоря первое что бросается в глаза это вот этот душ который у нас здесь есть горячая холодная вода то есть вы можете прийти там с пляжа помыть ноги какую-то технику велосипеды и вот мы постояли подумали в принципе даже наверное мотоциклы вы можете какие-то небольшие мало кубатурные сюда поставить ну один вес 450 килограмм нагрузка то есть это реально в принципе возможно ну и второе преимущество этого багажника это вот этот металлический пол то есть у вас здесь не будет ничего царапаться портится ржаветь внутри у нас конечно предусмотрено крепление для груза то есть все что вы сюда поставить и вы вот фиксируйте за эти колечки и ничего никуда не болтается не падает вверху и светодиодные фонарики то есть грузится вы будете не в темноте полочки со специальными ограничителями и прорезиненным покрытием то есть ничего там шататься болтаться не будет также посередине до доступ к баку воды с водой чистой 120 литров объем бака ну и про размер чтобы не быть голословными я предлагаю прям померить размер багажного отсека здесь у нас получается метр ширина по широкой части дальше уже 80 и высота высота у нас 130 сантиметров по моему замечательные размеры еще из приятных мелочей это вот такие кармашки на дверях в принципе это стандартно для химер такие опции и вот здесь у нас две розетки 220 вольт ну и следующий момент это вот эта ручка в задней части автодома расположены специальные ноги то есть когда вы останавливаетесь в кемпинге вы можете с помощью них с легкостью выровнять автодом но самое главное обеспечить ему устойчивость все это вот так вот у нас легко раскладывается опускается и также легко обратно поднимается то есть я вообще не прилагаю никаких усилий замечательно на крыше у нас расположены специальные рейлинги то есть вы можете закрепить какой-то дополнительный груз ну и конечно лесен как ним фиксируется ключом тем же которым мы открываем багажник она вот так откидывается ну и заново запирается тем же ключом по левому борту все у нас весьма стандартно газовый отсек сейчас здесь у нас установлен один баллон 11 килограмм но в принципе сюда встанут больше и главное что здесь устанавливается два баллона вентиляционное отверстие все предусмотрено лючок с кассеты биотуалета вот так она у нас легко достается тетворд биотуалет выпускное отверстие печи трума здесь у нас расположен доступ к электрооборудованию то есть вот здесь у нас все предохранители также чуть левее от блока предохранителей у нас есть вот такой небольшой багажный отсек вот эта стеночка поднимается убирается и то есть мы получаем прямой доступ в салон под пассажирское сиденье и ниже собственно говоря расположены аккумуляторы штатно здесь сейчас стоит у нас один аккумулятор но соответственно вы сюда может их добавить опционально также немаловажный момент что во все отсеки аккумуляторы выведено отопление то есть все это зимнее замерзать не будет чтобы получить доступ к заливной горловине топлива нам нужно открыть дверь и вот мы получаем доступ заправляется конечно же машина дизелем и что немаловажно печь трума здесь дизельная и питается из-за общего бака на котором собственно рейд автомобиль что удобно вам не надо думать отдельно о топливе для печки то есть вы знаете что если у вас есть топлива в машине значит у вас будет и тепло подстаканничек кстати хочу отметить как классную функцию здесь дальний свет когда едешь и машина сама видит встречные дальние фары и она переключается на ближний чтобы не слепить то есть вам не будут лишний раз моргать о том что переключайся и меня слепишь этого просто не произойдет ну и вообще в целом вся система освещения полностью автоматизирована навигация кстати даже фоновом режиме на экране чего-то там показывает мелькает а кстати подрулевые лепестки позволяют переключать передачи и то есть мы можем понижаться повышаться ну такой тип троник который здесь присутствует мы в кабине хьюмер мл 570 что здесь можно сказать конечно то что это mercedes-benz это mercedes-benz принтер и соответственно о она откликнулась это на привет mercedes у нас активируется голосовой помощник который установлен в эту систему также здесь навигация все на русском языке вот мы открываем видим москва ростоки нам и пожалуйста на проспекте мира конечно сюда подключается телефон камера заднего вида для этого мы заводим автомобиль кнопочки все запускается переключаем передачу на в заднюю и вот такой у нас замечательный обзор вплоть до миллиметров мы видим когда сдаем назад него что не врежетесь ничто не собьете стояночный тормоз у нас тоже ставится со специальной кнопочки то есть если вдруг вы его даже забыли снять когда начали ехать вы не будете ничего скрестить колесами система вас уведомит о том что надо снять ручной тормоз а из помощников движения конечно здесь есть система удержания полосы адаптивный круиз-контроль в принципе mercedes это называют уже таким автопилотом по факту так и есть то есть машина очень много может сделать сама с помощью голосового помощника с помощью тут есть автоматическая парковка мы вам обязательно как-нибудь это покажем в другом ролике дальше что есть полезного в движении есть это вам вот такие вот огромный перчаточный ящик как мы называем его все бардачок в нем расположены два юсб си один из них повышенной мощности то есть можно заряжать там планшет и чуть ли не компьютеры с юсб си два подстаканника у водителя два подстаканника у пассажира кармашки вот здесь у нас и что немаловажно в дальней дороге в сидении есть специальный компрессор который делает не пневмо по поддержку спины и вот снизу тоже в сидении специальная поддержка ну и конечно же обогрев все это вот здесь расположен сиденья классные мягкие сверху тканевые классно все в дороге не потеет но при этом те места которые чаще всего пачкаются они вот сделаны кожей регулируемые подлокотники по высоте вот этой вот рукояточкой мы крутим и можем его отрегулировать под себя с левой стороны точно такой же у нас подлокотник присутствует на руле у нас очень много кнопок мы здесь можем управлять в принципе практически всем то есть у нас здесь и спид лимит и круиз-контроль ну и конечно же вот это вот фирменная сенсорная кнопочка благодаря которой мы можем не касаясь экрана им управлять все также запускать навигацию вот и все здесь листать управлять выйти назад выйти домой все это делается прямо с руля кайф плавненько тут я понимаю mercedes турбина самолет красота юмер это всегда история про комфорт а комфорт он выражается в мелочах здесь эти мелочи начинают уже прямо с двери у нас два замка то есть дополнительная безопасность урна установлена на входную дверь и это удобно потому что вы можете выкинуть мусор выйдя уже с улицы москитная сетка на таких вот жестких ползунках уже присутствует крючочки при входе их тут три штуки и дальше мы переходим к системе управления отоплением это трума хочу акцентировать внимание с айнет ready то есть вы можете со смартфона дистанционно запустить систему отопления проконтролировать ее отрегулировать температуру если скажем прогреть до того как пришли в дом уже жилой отсек дальше система обеспечения всем автодомом вот находится на этой панели дублируются у нас часть вот там в кабине а дальше у нас находится кнопочка до контроль трума то есть мы здесь можем переключать газовые баллоны между собой не выходя у вас закончился один баллон вы здесь щелкнули все у вас пошло пошел газ снова со второго баллона и только когда вам понадобится заправлять вы уже пойдете в газовый отсек при входе у нас выключатель общего освещения также у нас есть вот такая замечательная элегантная подсветочка светодиодная под столешницы то есть вот премиальность юмер она его выражается в этих мелочах в том числе визуальных дальше у нас а опционально в столовой группе установлен телевизор который вот так вот легким движением одной руки буквально несколькими пальцами выдвигается и задвигается обратно под телевизором 2 2 порта юсб зарядок и 220 вольт ну и собственно говоря столовая группа здесь 3-4 человека размещают размещаются с легкостью плюс поворачивается водительское место ну и конечно столовая группа трансформируется спальное место спальных мест в этой машине 3 3 спальное место небольшое у нас оборудуется в столовой группе сейчас мы попробуем это сделать мы в первую очередь конечно вот столик он двигается во всех положениях фиксируется мы его отодвигаем чуть-чуть на себя фиксируем и убираем вот эту подушку она нам не понадобится дальше мы нажимаем специальный рычажок и столик опускаем вниз вровень с общей поверхностью дальше разворачиваем водительское кресло так чтобы она у нас была максимально подвинута назад и вот повернута в эту сторону и кладем специальную подушку вот такое небольшое место у нас получается я со своим ростом метр восемьдесят сюда помещают с трудом но дети кто-то пониже ростом в принципе спокойно здесь поместится да не очень длинная получается спальное место зато широкое и отдельно над столовой группы есть вот такие замечательные шкафчики ну в принципе наверное про столовую группу все вот люк обеспечивает нам дополнительное освещение естественное дневное и над кабиной тоже есть огромный люк кухня она здесь реально большая плюс еще рабочая поверхность увеличивается с помощью вот такого вот небольшого столика его максимальная нагрузка 5 килограмм но там поставить сковородку нормально дометик газовая плита с аж с тремя конфорками и электроподжигом тоже здесь все так достаточно просторно аккуратно умещается дальше у нас мойка ну вполне себе глубокая для автодома и вот такой элегантный аккуратный кран в сторону отодвигается две розетки 220 вольт крючочки и с таким элегантным вырезом верхняя полочка внизу так со сдвигом сделаны полочки то есть можно что-то сюда повыше поставить поменьше пониже внизу у нас три ящика с максимальной нагрузкой 15 килограмм в каждый уже предустановлен сюда лоточек для столовых приборов верхней средний у нас ну под всякие универсальные нужды он пустой и нижний большой глубокий и здесь уже хюмер заботливо поставили вот такой лоточек можно использовать как урну как и еще какие-то такие нужды где надо что-то изолировать чтобы не было запахов крепится на стеночки то есть в дороге это не будет греметь скрипеть стучать никуда болтаться здесь у нас вот такие защелочки как это всегда в принципе есть то есть чтобы ящики у нас на ходу не открывались сами переходим холодильнику холодильник компрессорный тетфорд реально огромный просто у меня дома кажется меньше холодильник морозильная камера тоже весьма внушительных размеров компрессорный что это значит это значит что от газа он работать у вас не будет но это пожалуй его единственный минус то есть это в принципе как дома холодильник работает он от сети 220 вольт ну и от 12 конечно тоже он работает это делать его гораздо более эффективным он охлаждается в разы быстрее и в целом ну то есть такие холодильники приблизи приближают вас именно к такому домашнему комфорту это как раз таки как раз о мелочах юмер и комфорте в них душ и туалет в этой планировке комбинированные то есть находятся в одном помещении можно сказать что это не всегда хорошее решение но скорее в целом эта планировка такая планировка эгоиста то есть здесь едут максимум 23 человека то есть какая-то небольшая семья но при этом с максимальным комфортом именно такая планировка обеспечивает максимальный размер здесь реально много места и то есть вряд ли понадобится одновременно кому-то в туалет и в душ когда людей мало в душ он превращается мы вот так вот отстегиваем здесь стенку она поворачивается и теперь у нас это душ и туалет полностью изолирован это душевая кабина если же бы стенку обратно закрываем то у нас этот туалет такой весь в дереве с полочками ящичками большим зеркалом и даже столиком на который во время умывания мы можем что-то поставить туалет и тетфорд с электрическим смывом все остальное в целом весьма стандартно внизу лотке находится деревянная такая решеточка которая обязательно надо убирать когда моетесь чтобы она не испортилась так она служит как бы полом чтобы вы не царапали ногами лоток внизу зеркало также есть у нас напротив раковины и раковина такой формы весьма приятный очень напоминает что-то такое домашняя по своему вот именно форм-фактору есть специальный рейлинг для душа то есть когда вы моетесь можете душ фиксировать здесь лейку не в каком-то положении котором вам удобно по росту места для пассажиров в этом автодоме 4 ремня то есть ехать могут четыре человека но спальных места по большому счету 3 но при желании здесь на этой кровати могут спать три человека но она двуспальная все-таки здесь под кроватью расположен большой шкаф с одной стороны вот так замечательно здесь поднимается у нас вот эта история и мы прям получаем полноценный доступ в шкаф здесь можно вешать пиджаки есть специальная палка чтобы вешать вешалки также светильничек у нас здесь расположен светодиодный и специальная вставка чтобы кровать превращалась вот в полноценную спальню они как сейчас сижу я с левой стороны у нас тоже еще один небольшой такой шкаф тоже со светильником ну сюда можем складывать какие-то вещи на полочке в основных ступенях у нас находятся дополнительные места для хранения ну а кровать как я уже сказал с помощью вот этого элемента который хранится в шкафу превращается в полноценную двуспальную кровать то есть мы к ставим эту вставку вот в это специальное место и добавляем подушку также у нас есть вот такая лесенка как раз когда кровать увеличенная мы представляем вот сюда и с легкостью взбираемся на кровать кровать высокая благодаря тому что у нас как раз таки огромное багажное отделение спальне у нас два окна конечно они оборудованы москитными сетками шторками также люк и конечно же освещение его тут много это направленный вот такой светильник посередине светодиодная рассеянная подсветка и персональные светильнички с синей подсветочкой кнопки и вот они включаются сенсорным нажатием по бокам два шкафчика и маленькие полки над окнами и конечно же в изголовье вот у нас раз два и три шкафа с вот такими плавными очень мягкими петлями розетка 220 вольт 12 и 2 юсб это вот такой основной набор опций которые есть в спальне ну и конечно же телевизор здесь тоже у нас есть про телевизор кстати хочу сказать отдельный этот который находится в столовой группе и здесь они оборудованы уже мультимедийным плеером то есть вы подключаете к вай-фаю который раздаетесь телефона и у вас здесь уже есть полноценные все функции как бы по сути компьютера такого и также в них есть цифровая антенна то есть вы можете поймать местные телеканалы в цифровом качестве на антенну у вас все это будет работать на обоих телевизоров конечно спальня задвигается вот этой замечательной шторкой она на кнопочку на защелкивается и вот так вот задергивается итог чем-то для меня эта машина напомнила серию коралл от адри то есть это тоже машина с небольшим количеством спальных мест но сосредоточены на максимальном комфорте для двух трех ну максимум там четырех путешественников большой багажник но главное отличие это конечно же mercedes-benz принтер со всеми опциями и то что это хьюмер совсем присущим к юмеру комфортом также это высоченная машина с огромным дорожным просветом ну и конечно же полный привод я думаю что нету плохих или хороших планировок или вот конфигурации самих домов у всего есть свое назначение у этой машины тоже есть свой пользователь и конкретно этот автомобиль уже куплен и приехал сюда под заказ я думаю что этот автодом подойдет для небольшой семьи возможно с одним или там двумя детьми которые при этом любят залезть куда-нибудь в грязь бездорожье в дикую природу то есть остаться наедине с ней и не переживать что понадобится чья-то помощь вот только вы и стихия которая вокруг вас но при этом ценящий комфорт который в данном случае обеспечивает хьюмер и mercedes-benz спринтер вы не будете переживать что застрянете и что-то произойдет у вас все будет автономно и качественно на высшем уровне это был канал яхты на колесах подписывайтесь на наш канал у нас очень много интересных обзоров мы стараемся обозревать самые новые модели если у вас остались какие-то вопросы пишите в комментарии мы ответим в следующих роликах или прямо в комментариях до новых встреч пока